сегодня будет обзор на твою бывшую бывшую мобилку так пацаны у меня тут для вас есть тазик потому что знаю ваши слезы польются рекой ты тоже под себя стили что-нибудь а то колготы будут мокрые но вдруг такие слова как икпорт ммс ваб gprs тебе ни о чем не говорят тогда готовь корвалол и зави батю это видео для него сегодня мы поговорим о телефонах которые произвели революцию в двухтысячных просто раньше чтобы послушать музыку надо было не хило таки заморочиться вот к примеру твой дед слушал свою пугачёву на этой байде прадед еще в двадцатом веке приносил на вписке это ну а ты слушаешь свой рэпчик в тралике на этой штуке я обожаю вот эти истории когда на остановке заходит какая-то малолетка у нее тут такая колонка и рвать все что мы любим наркотики наркотики просто детский сад ну а что оставалось молодежи двухтысячных бумбокс ты собой не потащишь потому что там кронус мою голову твоих новомодных колонок никто еще не придумал а мобилки могли воспроизводить только это а на чем нам было слушать такие классные треки да и на выручку пришли они воу-воу юный эксперт по технике не спеши строчить свои комментарии я знаю первый музыкальный телефон был simons sl 45 именно в нем был первый mp3 и кнопки управления плеером на корпусе но чтобы показать его здесь мне надо открыть линию донатов потому что удовольствие это не дешевое вот что после падения не потеряет свою цену в отличие от твоего биткоина я хочу поговорить о музыкальных телефонах которые были массовыми делались специально под модную активную молодежь и были самыми громкими телефонами своего времени хочу разобраться почему они были такими крутыми и инновационными и давайте выберем кто из них самый топовый motorola е398 просто разрыв шаблонов 2004 года представьте он два года не снимался с производства пользовался бешеной популярностью и был в топе продаж вот сейчас каждый месяц выходит там новый флагман и телефон надо менять почти каждую неделю а этот держался два года кто-то знает из вас юные эксперты что это это было на всех телефонах того времени и это не фонарик это внимание зеркальце фронталок тогда не было а селфи как-то делать надо было и придумали вот такую штуку кстати селфи тогда тоже еще не было это получается что тогда себяшка здесь установлен слот для карты памяти аж до 1 гига вставил ее и у тебя песен так уже 300 я думаю ты прям помнишь чуваков которые с ним ходили это были длинноволосые парни а так вот ремень весь в заклепках на джинсах свисает какая-то цепь а предварительно этих сэшенов постоянно отращивали вот такой вот локоть на мизинце зачем они это делали кстати может они наверное им включали вот эту песню в плейлисте ну а если он был в белокрасных тонах тогда в плейлисте слушали это из всего этого понятно что телефон позиционировался как музыкальный он снялся в клипе у него два стереодинамика кнопки управлением плеера прямо на экране еще здесь есть офигенная подсветка короче целая дискотека у тебя в кармане nokia 5300 экспресс мюзик были красненькие для девочек синенькие для мальчиков но и серенькие для тех кто не хотел выделяться этот телефон делил людей на два типа те у кого был этот телефон и те кто знали чувака у которого был этот телефон он собрал себе все самое лучшее что было представлено на рынке кнопки управления плеером прямо на корпусе басистый звук динамиков куча поддерживаемых форматов и плюс можно было вставить карту памяти аж до двух гигов еще тут появился разъем 2 и 5 для наушников а в оригинальной коробке шел переходник на 3 и 5 интересный факт apple топили за разъем 35 когда это было вообще не популярно и первые отказались от него когда все начали пользоваться этим стандартом понимаете о чем я все это привело к тому что nokia 5300 стала самой продаваемой моделью из серии экспресс мюзик sony ericsson w 550i он вышел посредине между motorola и nokia но для меня это самый странный телефон вот только зацените этот слайдер вертолетик он такой модный когда его открываешь в голове сразу такая только посмотрите на его дизайн тут куча всяких новомодных кнопочек а еще в комплекте шла сменная панель и ты такой раз вот эту вот белую снял оранжевую одел и у тебя как будто новая мобилка осторожно спойлер первый в мире слайд to unlock кто-то из вас малолеток вообще знает что вот это вот за кнопки вот раз кнопочка и два кнопочка нет не догадываетесь тетя даша вам расскажет нас берем раз телефон два большими пальцами сюда и можно задротить это игровые кнопки что ты на это скажешь тим кук музыкальный этот телефон конечно он был разработан совместно с компанией волкман поэтому тут по дефолту нереально крутой удобный плеер четкое звучание как наушниках так и без них вообще я думаю тут самые качественные три стереодинамика раз два и три но самое странное в этом телефоне это 256 мегабайт встроенной памяти без возможности вставить сди карту если ты жалуешься что у тебя мало детских фотографий вини в этом разработчиков sony ericsson твой батя реально был вынужден выбирать или твои голенькие фотографии или свеженький трючок на телефоне заливаешь ты сюда свои 60 песен слушаешь их три года и заучиваешь от корки до корки потому что реально геморройно было скачать сюда музыку подключаться компьютеру искать где бы там ее найти в в этом интернете и чаще всего вместо разрыва на тусе ты получал такую ситуацию чуваки оцени сейчас будет разрыв и вот учат зайцев . нет сколько лет это копилось а давайте подобьем статистику вот тут вот отмечай какой телефон был у тебя и твоего бати и посмотрим каким пользовались больше очень важно было насколько громкий твой телефон потому что когда появились эти модели чем мальчики начали мериться ну конечно же громкостью давайте проверим кто из них самый громкий отправляемся в мою лабораторию у меня есть вот такой прибор это измеритель уровня шумов децибелов ты чё децибел разумеется мы выкрутили ползунки звука на каждой модели до максимума тестировать будем на свежей музыкальной композиции такой же свежий как и наши модели телефонов для частоты эксперимента кладем поочередно телефоны на одинаковое расстояние от прибора полученный результат записываем в итоговую таблицу по итогам теста третье место у nokia 91,4 децибела второе место у motorola 99,7 децибел первое место sony ericsson 100,8 децибел а теперь давайте проверим все дворовые лайфхаки как увеличить громкость своего телефона и проверим их прирост звука самый распространенный миф это колодец считается что сложив ладони полусферой можно увеличить прирост звуковых волн прирост равняется нулю миф разрушен следующий миф поместить телефон в чашку за счет ее керамической структуры должна увеличиться реверберация что приведет к увеличению громкости децибелы уменьшились до неузнаваемости миф разрушен для следующего мифа мне понадобится картонный тубус в нем я сделала прямоугольное отверстие под мобильный телефон и поместила его туда за счет сужения пространства звук концентрируется на двух выходах что делает звучание громче миф подтвержден и последний миф мой любимый я частенько им пользовалась прикладываем динамик телефона к магнитной головки магнитофона нажимаем play и подкручиваем громкость смотришь видео хочешь сделать громче и понимаешь что звук и так уже на максимуме как же это знакомо я решила разорвать этот порочный круг и разыграть крутую колонку от джи би эль условия сильно простые нужно быть подписанным на наш канал поставить лайк этому видео и написать в комментариях любимую песню твоего бати мы выберем случайного победителя и опубликуем результаты розыгрыша 10 апреля в сообществе на нашем youtube канале вот здесь ну если ты вдруг забыл ну что удачи что же мы имеем в итоге сравнивать эти телефоны не имеет никакого смысла да и не нужно мы с этим опоздали лет на 12 так точно но даже сейчас когда ты на них смотришь ты видишь в их дизайне уникальность вот как было ты покупаешь себе раньше новый девайс и подчеркиваешь свою индивидуальность а сейчас такого уже нет потому что все смартфоны выглядят одинаково словно печатаются на одной фабрике ну или большинство из них и вот должна сейчас заиграть такая грустная музыка и я скажу как же жалко что такие компании которые делали такие разные телефоны загнулись ушли они а вместе с ними ушла целая эпоха ставь лайк если ты хоть раз подумал же за и не проверь батю не исходит ли он там пеной ностальгии подписывайся на канал и до встречи мой юный технарь а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok